Но у меня есть такой вопрос. В чем особенности послушания Иисуса Христа? Давайте вспомним несколько примеров. Ситуация, когда он убегает и возвращается, и они находят его в храме. Три дня они его искали. Помните, да? Да он не убежал. В принципе, его забыли просто, мне кажется. Просто не посадили в машину. Просто человек остался на месте, он еще на собрании, а родители уже ушли. И они говорят, что ж ты с нами сотворил? Пришли, помните, да? Подвоз, когда уезжал, его не забрал. Говоря нашим языком. И он говорит, а вы что не знаете, что я должен быть в доме отца моего? И в этот момент Мария, написано, они не поняли вообще, что это за слова до конца. Потому что они к нему как ребенку, да, они помнят переживания, но не понимая, они думали, что это. Но Мария это складывала в свое сердце, да? Вот так один раз сложила, второй вот такая целая стопка у нее там сложенных семанов или знаков таких. Это один момент. То есть я понимаю, что Христос, Бога человек, он Бог и он человек. Он человек пришел воплоти, рос с другой стороны, но он не такой полностью человек, как я. Потому что я грешный человек, и от грешных родителей он Господь с неба. И в этот момент он бы мог сказать, подожди, сейчас все начнется. Сейчас я знаю времена строки, и он бы был прав. Ну, я имею в виду, он может сделать все, что хочет. Другой момент, когда он приходит креститься от Иоанна Крестителя, от человека Иоанна Крестителя, пророка, служителя, но он Господь с неба. То есть этот момент Иоанн тоже понимает, он видит, все видит и говорит, мне от тебя надо креститься. Вот я подумал, он бы взял его, покрестил спокойно и всех остальных, и все. Хотя он говорит, должна быть совершена всякая правда. Потом мы видим в Кане Галилейское чудо, когда он ей говорит, что мне и тебе жено. В нашем переводе – жено. А она, не обращая внимания на это, поворачивается водоносом и говорит, что он вам скажет, то сделайте. Такая мамаша. Еврейская мама. Она уже решила, уже все. То есть она открывает ему двери, она открывает ему в эти все. Вот объясните мне и другим людям, как вы видите вот в этой ситуации, это как, да? Ведь видно, что он понимая, он в пустыне, он, дьявол искушает его, сын ли он Божий. То есть искушение сделай, 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 он не делает. То есть в одном случае не делает, где я бы сделал. Я бы сразу его просто, если бы я мог, вот так взял бы. То есть я на месте Христа бы во многих ситуациях сработал по-другому. Зная, что я Бог, могу 12 тысяч ангелов умолить, сделать все, как я хочу, он этого не делает. И это Господь с неба, как кто-то из вас сказал, да? Кто-то сказал очень хорошо, вы оба хорошо сказали. Но вот этот момент как раз в эту ситуацию попадает, что, в общем, очень сильно. Смирил себя. Смирил себя. Принял вопрос раба. Да, да, да. Это для нас, как бы, мы думаем, мы не рабы, рабы не мы. Мы, типа, свободные люди, да? Но он-то Бог с ним. Я думаю, что, если начинать, как ты говоришь, с момента, когда его забыли в хаме, на самом деле его там никто не сбывал. Я считаю, ну, это мое личное мнение, я могу где-то заблуждаться, но исходя из того, что я очень длительный период времени был молодежным пастором, я считаю, что был некий бунт подростковый, потому что ничего криминального он не совершил. Он всего-навсего исполнял волю отца. Но она была исполнена не вовремя. Есть очень много подростков, которые считают, что они уже прямо сейчас могут сделать все. Но это не так. И если бы это было так, то мы бы не читали следующий стих, что он пошел с ними и был у них в повиновении. Есть разница большая между послушанием и повиновением. Повиновение, это когда человек приходит и исправляет то, что он натворил, а не просто приходит и слушается того, что ему говорят. И он понимал, что что-то где-то он сделал, это как человек. Но с другой стороны, мы знаем, что он был на 100% Бог. И он понимал, я думаю, что разница в поведении, послушании Иисуса Христа и простого, будем так говорить, смертного человека в том, что он четко понимал, откуда он пришел, что он сейчас делает и куда он идет. У него не было других вариантов. Он это знал, потому что он предвидел это еще от создания мира. Мы, люди, иногда делаем какие-то вещи, зная, откуда мы пришли, откуда мы не спали и покаялись. И мы знаем, что мы сделаем сейчас, но мы не знаем, куда мы идем. Почему? Потому что многие люди не уверены в своем спасении. Они не понимают до конца, спасены ли они. Действительно, они войдут в Царствие Божие. И поэтому здесь происходит внутренний спор. А сделать это по-мирски, потому что сейчас так будет выгодно и правильно. Или сделать все-таки по-божьей. Но тогда мне может быть невыгодно, неправильно и некомфортно. И здесь, как в той притче, какую собаку больше кормит, а я побеждает. И я думаю, что вот этот эпизод с Иисусом в храме был как раз один из первых показателей того, что его плотская сущность боролась как раз с духовной сущностью. Но победила, естественно, духовная. Потому что, ну иначе все это было бы тщетно. И как ты правильно сказал, возможность бы он остался и проповедовал, он был бы прав, потому что он Бог. Но Божья воля была в том, чтобы он продолжал быть в повиновении у своих родителей до срока. Он ведь потом не в 13 лет пришел креститься, и даже не в 20 лет пришел креститься. Он пришел в 33 года креститься. И, вы же прощаете, в 30 лет креститься для того, чтобы еще 3 года служить нам. И все, что происходило в Кане Горилейской, тоже, он говорил, еще не пришло мое время. Плоть, опять же, начала говорить ему, что нужно делать. Но обратите внимание, что он сделал в этот момент. Он не пошел и не сказал, давайте я сейчас сотворю вам чудо. Он просто сделал так, что вино стало, даже вода стала вином. И, что называется, имеющий уши слышит да слышит, имеющий глаза видит да видит. Это то же самое, что сделал Моисеев в Египте. Он превратил, не он, Бог, понятно, превратил воду в кровь. То есть, те, кто обратили внимание, что это чудо, они обратили внимание. Все остальные этого не заметили. Потому что иначе получилось бы, что плоть победила, а победить должен был бы дух. И так во всех остальных случаях с Иисусом Христом. Там всегда была борьба духа и плоти, но дух всегда бодр, он всегда сильнее, чем плоть. И поэтому на основании этого Павел, то есть же тот, кто внутри нас, он сильнее того, кто в мире. Потому что дьявол пытался, опять же, поселить в нем атеизм, в его плотской сущности. Он ведь разговаривал с ним не как с Сыном Божьим, а как с человеком. Он как будто бы, вот как с Саддамом и Евой. Он отключился от того, что они по образу и подобию Бога, и он начинает с ним разговаривать, как с плотью. Но он не плоть, он Бог во плоти. И поэтому, естественно, дух победил. Я хочу сказать вам, дорогие друзья, спасибо вам за реакцию. Я уже время от времени смотрю список отзывов ваших вопросов. Очень глубоко вы отвечаете на эти вопросы. Кто вот этот образ послушания для нас, истинного послушания. Пастор Элезер, как ты отреагируешь на эти моменты с Иисусом Христом, с его повиновением, особенности послушания Иисуса Христа, особенно тогда, когда еще только он начинал. Мы знаем, что когда перед крестом он в Гефсимании молится и говорит, но не моя да будет воля, но твоя. Если возможно, чтобы чаша миновала, чаша миновала, чаша миновала. Вот интересно. Он молится и говорит такие слова. Хотя перед этим ученики и мама учеников пришла, сказала, кто сядет по правую-левую сторону. Пусть сядут мои сына две. Мать Зведеева. Да, Зведеевых. Пусть сядут они. И Христос им говорит такие слова. Он говорит, не знаете, что просить. Можете ли пить чашу, которую я пью, и крещение, которым я крещусь? И они говорят, можем. А он свою чашу боролся пить или не пить вот в этот момент. То есть он понимал, что через что ему придется пройти, а они просто ничего не... Они только хотели сесть по правую-левую сторону, и что какая-то цена есть, и в итоге нет результата. Он говорит, это вы будете пить, а кто сядет по правую-левую сторону, не мне решать. А Отцу Моему Небесному. Еще непонятно, сядешь ты или нет в этом случае. Потому что люди разную цену платят в этом случае. Вот что ты скажешь о послушании Иисуса Христа? Немного ты уже говорил об этом. Я не буду повторяться, я продолжу мысль. На самом деле, я обратил внимание, когда мы говорим о последних днях Иисуса Христа, то я обратил внимание, что Он подготовился к тому, что Он пойдет на крест. Возьмем даже такой простой пример, как вечеря. То есть вот последняя пасхальная трапеза Христа с учениками, которую Он совершает до Песоха. Он говорит, заранее это давайте сделаем, потому что на Песох я буду занят, я не смогу. Так это выглядит примерно. Он им не объясняет до конца, что будет даже. В этот вечер происходит ситуация с Иудой, которая предает его Иисус. Не говорит, как бы пальцем где-то. Он намекнул, но люди заняты, видно, были едой, чем-то Иуда понял, побежал. Что мне это напоминает? Вот эта подготовка Иисуса ко всему. То есть нежелание, как мы видим в Гессиманском саду, но понимание, что этого нельзя избежать. Потому что еще, когда он первую свою проповедь сказал в Назарете, в синагоге, что Дух Господа Бога на мне, Он призвал меня, чтобы я проповедовал, на иврите помнят наизусть, на русском не помню. Но суть в том, что он знал, к чему он призван изначально, еще из юности, потом мы видим этот первый приход в синагогу, когда он читает Иисус 61 главу. Что мне это напоминает? Мне это очень напоминает, если так параллель провести с нашей современной жизнью, Я в 90-х годах познакомился с служителями, которые сидели за веру. У нас был, я начал ходить только еще в церковь, когда в начале 90-х был пресс-фитер, это была пьесенническая церковь, такая очень строгая, и там был пресс-фитер, который отсидел 15 лет за веру. У него не было руки, он в тюрьме руку потерял, но человек 15 лет за веру сидел. На самом деле все просто, откажись и иди домой. И вот я читал много литературы на эту тему. Да, и как-то, вы знаете, помню, я читал литературу, когда вот одного пастора посадили, баптистского, в советское время, и церковь собирается, и выбирает нового, кто у них будет следующий. Все братья согласились, что вот этот будет. И этот встает и говорит, ну что ж, если Господь вызывает меня к скорбям, я готов. Потому что он понимал, что в скором времени он последует за этим пастором. И он будет следующий. Понимаете? То есть, становиться пастором, это было вообще супер непопулярно. Но становясь пастором, ты соглашаешься, что ты не только дитё Божье, ты и раб Божий. Потому что, когда люди говорят, мы не рабы, мы дети Божьи, я хочу таким людям сказать, вы и не служители, вы просто дети. Просто дети, да. Потому что не каждый имеет право в теле Иисуса Христа называться рабом Божьим. Это нужно заслужить. А это заслуживается только служением людям и Богу. А когда ты бегаешь, просто говоришь, что я дитё Божье, это не служение. Ты просто радуешься за себя, и я за тебя тоже рад. Но не надо критиковать тех людей, которые, как Павел, вы знаете, я нигде не увидел, я читал все послания Павла, я нигде не увидел, что Павел начал послание, дитё Божье, радующееся этой новости, пишет вам, и друзья мои, Тимофей и остальные. Он пишет, раб Господа Бога, я Павел, я раб Божий, я раб Божий, я раб Божий. Каждый раз. И он подтверждает свою принадлежность к Христу своим ежедневным служением. Даже Коринфянам пишет, вы уже царствуете. Без нас. А вы тут как-то ещё заняты делами. А вы уже есть сели. А вы уже стали царствовать. Вот, кстати, по поводу чаши, которую говорил Иисус, можете ли пить, можете ли креститься тем крещением, я думаю, что он имел именно в виду не чашу того, что он должен будет сделать на кресте, избавиться от человечества. Нет, понятно, кроме него никто этого сделать не может. Он говорил о чаши плоских страданий. Потому что мы читаем, мы знаем всего-навсего, сколько там, порядка 70 дней из жизни Иисуса Христа на земле, исходя из Евангелия. И мы не видим нигде, что его плоть страдала так или иначе. Мы знаем, что он гневался, мы знаем, что он устал, и мы знаем, что он голодал. Всё, он больше ничего не знает. Он подходил к прокажённым, касался их, чего никто сделать не мог, и они исцелялись и так далее. То есть его плоть никогда не страдала. Ну, по крайней мере, из того, что мы видим в Евангелии. И если он просил у Бога, чтобы миновала его чаша сия, он не просил, чтобы он не попал на крест, потому что потом нужно было спуститься в ад, а потом нужно было вернуться на небеса и потом ещё побывать с учениками, он не этого просил его избавить. Он просил избавить его от плоских страданий. Почему? Потому что, не то, что он не мог этого выдержать. Он Бог, он мог сделать всё, но даже с креста сойти для него не было с этим проблем. Он не мог, наверное, как-то передать это всё правильно ученикам. Потому что, пить его чашу, это страдать точно так же. Мы знаем, что некоторые апостолы были точно так же казнены, как и он. И вот это вот, наверное, скорее всего... Поэтому он и сказал, будете пить. Скорее всего, да. Эту чашу он не мог правильно донить. Хорошие в этом случае слова, скорее всего, и, наверное, это хорошие слова. Почему? Потому что мы предполагаем. Предполагаем, понятно. Сто процентов сказать, что он имел в виду в тот момент. Это мы точно не можем. Только на небесах узнаем. Мы предполагаем. Продолжение следует...